Всем привет, это продолжение моего ффа сериала на шестерых, в котором я играю за Францию. И если вы не видели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным, приятного просмотра. Русский очень широко расселился, просто огромное расстояние между городами. Я не понимаю, зачем так делать. Что значит расселился, блин? Я поставил три города, блин. Очень широко, я имею в виду, большие расстояния. Большие расстояния, надо было поближе к пихоте, не было у тебя проблем. Ты понимаешь, что три города и половина городов, это не мои города? А ты мне говоришь, что я широко расселился. Ну вот, на каком расстоянии был твой Ярославль от столицы? Он был снизу, пшена вот этого. Он был снизу, на 5-й клеток. На 5-й клеток. На 5-й клеток, ладно. Потому что возле речки. Ну да. Была речка поближе, поставил бы поближе. Ладно. Лёша, поймей сделку. А-а-а, он засоюзил Хаттусу, вот откуда у него столько науки. Да, и Сеул еще вообще-то. У меня есть, конечно, решение этой проблемы. Все, короче, мы на Лёшу не идем, я так понял, я пойду заберу Хаттусу, потому что он сильно много с нее науки получает. Египет. Максим вложил. Слушай, русский, ну че, мне грабить? Около Толедо Кампус? Да, я думаю. Ничего думать, Америка ему помогает. Мы не победим, это будет уже Красная война, в которой выиграет только Америкос. Надо мириться и идти в ракеты. Ты можешь видеть около Толедо, что стоят юниты. Что мы думаем, войска фигню золото едят, ставишь на минус 2, даже на минус 1, и нормально, можно держать много. Проблемы в деньгах, по-моему, нет. Войска всегда пригодятся. Так, видимо, мне... Ну, давай, Мириса, окей, наверное, ну... Я буду туда строить Афакономики до конца. До ракеты. По-моему, это неплохой план. Блин. Э, нет смысла, у нас, Халадина, че ты смеешься? А он с меня уже смеется. Ну, 30 на 40 ходов, но... Ну, во-первых, мы сейчас не сможем мир заключить. Во-вторых... Ты то, что предложил, что ты мне говоришь, будем заключать или я граблю. Ну, ты не сможешь мир заключить. Я понимаю, но тогда не грабь, пожалуйста. Ну, окей. Чтобы не было поводов лишних. Господи, тут столько тундры внизу, просто ужас. Просто защитников набежало сразу двое, с двух сторон к нему. Ну, да. Но я как бы выгодно, они там чуть-чуть ему трешняк скидывает свой. Там я сидят. Надо хатусу забирать, потому что это не дело. Они мне не скидывают, тут нельзя юниты передавать. Ну, придут там небольшим армией, и вот... Больше нам там, мне кажется, даже если очень сильно постараться, они продвинутся. А может, и нам-то не возьмут, тоже через речку переправляться. А, на побережье только можно строить. Блин. Что, в Лионе только его можно построить, что ли? Нельзя посмотреть, через сколько ходов. Да, нигде. Моги. Нигде. Как в ядерке быстро выйти. Фуф, отбрехался. Военный лагерь, кстати, можно неплохо забавить под цевиками, даже. Мне так кажется. В каком смысле? Там вот науку за военной академией дает, там какие-то производства дает, если ГГшку найти. Или нет? Ну, возможно, но дело в том, что, чтобы построить военный лагерь, значит, надо какие-то другие районы не строить. Тут же не дело в том, что ты можешь все что угодно строить. Вот, смотри, сейчас лидер американец, и как потом с американцем все делать. Ну, с ним ничего нельзя сделать, можно забросать. И как он лидер? Слушай, русская, ты можешь глянуть, сколько у тебя сейчас... Как он лидер? Он по науке первый, как. Ты можешь посмотреть, сколько у тебя несчастья от войны сейчас в городе? Ну, в столице у меня вообще нет. Ну, это ты смотришь, типа, ноль, а вот конкретно несчастье от войны, типа... Как посмотреть конкретно несчастье? Я навожу, тут конкретно ничего не написано. Нет, вот сверху в панели города, видите, разные вкладки. Есть самая левая вкладка. Так, понял. У меня минус пять, довольство из-за усталости от войны. Вот, усталость от войны. Минус пять. Так что, араб, ты будешь хатус убрать, да? Ну, да. Ну, а как, надо же что-то делать? Я бы вообще не рекомендовал вам вкладываться в эти города, потому что... Чуть что, я их убью. Ну, у меня только в Толено почему-то большой. Минус шесть, в новых городах у меня вообще нету места. Ну, посевенно будет имели там, смотришь, по-моему. Там надо не на само этого нажать на... На листочек я нажал, у меня он с Алиса вообще пишет. Довольство от усталости из-за войны, ноль. Прикольный торговец. Прикольный торговец. ну тут же должен мочь вот тут русские тяж вера есть бери апостолов дуй вниз и забирай этих варваров всех их просто там тьма почему я не могу блин не понимаю почему я не могу построить колосс а он строится на воде ну да ладно на воду на воду ты сейш и не строится написано должен быть рядом с гаванью убери побережье еще возле берега тут берегу на клетка не 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 тут дело в том что скалы на этом то есть если скалы рядом с берегом то хрен по срыву блин подстава что только в радио строишь походил в астрах суть построить ну в лионе и в коле хотел построить и в обоих невозможно что он должен быть рядом с гаванью это выполняется и на побережье но так как побережье тут отделена клетку сначала купить упикли да он смотри я купил клетку и кусать понимаешь когда его можно построить то те предлагается клетка для покупки даже вот просто сова просто вот и дает на не купленных клетках и даже не предлагает купить окей я купил клетку да и колосс можно построить солодинчик принимая спасибо сингл по игре как бы там покупается часто чё-то лагает рап ты будешь заключать нет закинул тебя ответочку постоянное несчастье блин из перепугай в артиллерию вышку ну так а ты воевать с ними не хочешь нет они ему помогут и тут не пройти ближайшем будущем он скорее всего будет нашим союзникам когда там будем бомбить америкосы или сейчас мне американец захватит например да да понимаешь мне вот эта война я думал тут ничего нет я хотел прийти и налегке окрас а у тебя казаки я такой ну ладно сворачиваемся там ты говоришь давай халерского целить ну давай он начал колебаться там у америка помогла думать чего воевать тогда а тут воевать нельзя долго это просто нет противопоказано ну и пока я строил пушки у меня просто нечего было что строить в городах сейчас у меня появились домики живы там воевали вам теперь надо домики строить меня домики все есть так а что у нас там с великими людьми ученые русская чё ты писателей артистов не забираешь уже 325 из 96 нужных ну наверно садить некуда и биг пен два хода один душа халяви с четырьмя сотнями военки да лёша есть защитники эти защитники на кисть придут его схавы я бы я очень решил знаете быть таким буферным государством я думаю что никому не выгодно что кто-то из соседей меня захватит ну разве что все откусит по кусочек от этого больше больше выиграет понимаешь головой что тут и есть просто на самом деле я могу в любой момент а пануть войска купить войска просто я коплю для биг-бена биг-бен построиться я получу столько денег сколько может мне построить биг-бен постройка него это его строить уже сколько ходов ну мне пришлось несколько ходов переключиться потому что ну война была с русским я начал армию строить набор струйте да и все здесь хабар сонс до чего надо было строить шпионов кто-нибудь использует уже я не знаю как ковару ли деньги постоянно но это я француз меня шпионы верит я т.п. что деньги они ж не воруются типа на самом деле 450 не там не 450 444 да ладно серьезно это бомбал и пизажа 47 что-то такое нет сейчас 25-20 блин жалко невозможно лоб посмотреть практически все построено армия строить не хочу фрегат я хочу уже подводную лодку построить и пошли можно будет тапнуть в ядерную подводную лодку ядерное оружие на ней возить нет коня коня я забыл еще одному конечно и города все три он или так еще больше подставь я же не против 5 процентов теряю не влияет количество городов особо везде почти стоит эти мазы га пумин цент и везде красные домики а сколько у тебя жителей где он по 15 по 13 у меня он 9 10 10 от 10 там не особо далеко ты убежишь действие до 3 района то есть надо выбрать какие-то три района будешь строить ну почему тут до открытия пригородов недалеко в принципе как построил трейлерси и что ты не можешь вырасти ну вот медина 13 еще шесть ходов на расти будет она уже там процентов 15 выросла грамм глянь сделка хорошо вы говорите мне потому что лишь не этот колосс могу еще один и торговать так мне же египет посоветовал какую клетку купить и собственно сразу и купил и начал строить осмотрение все начал чудо строить она примером тоганники мячу если ты меня постараешь сюда это исчезнет будет куда вместо построен да то есть их он пропадет еще пропадет и что пропадет например на холме почему он не пропадет может о чем улучшение улучшение ну или там джунгли пропадут если ты на джунглях строишь а тут стоит уже лесопилка блин значит тут типа все построено да коняшка пускай бежит сюда ну слушайте самый большой туризм то все равно у араба кстати я даже на четвертом месте все лишь по туризму я вообще не в теме ребят ну ты явно там да кстати отчуть это к туризму много ваша чудеса так хочешь 76 я не знаю я тоже как-то играл против нет у меня тоже был дофига туризма хотя он ничего не говорил просто строил 13 городов построен я не знаю почему он растет ну я тем короче нажми линзу вот про сверху от мини-карты слева видишь линзу и там внизу туризм и вот посмотри какие-то там клетки что дают туризму священные места 2 туриста а колизей 1 0 туристов от петра все в ну отдыхает там 0 а как посмотреть какие места туризма увеличивают нет много семья вот написано что у меня 76 туризма и тут открываю тут 57 типа у меня вообще 20 написано а это внутренние туристы а чем отличается интерес вот мой туризм 76 от того что внутренние туристы почему у качечки внутренних туристов больше всех у меня много жителей это зависит от количества городов и жителей по моему так мне объясняли прикольно это я так далеко еще не играл не знаю что это делать я слышал что ядерные бомбы крутые поэтому но с другой стороны мнение как их доставить да что я все про стратегии да про стратегии я знаю что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2gis кстати а вы знали что 2gis поможет вам сориентироваться и во многих торговых центрах так что заходите на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу 2gis если быть точным и и и и и и и и какой-то сейчас звук был как будто кто-то вылетел ли мне показалось оказалось а а а а а а а а американец предложение ну ты можешь отказаться и наоборот там а там обычно нету выбора например там либо одна либо две это не я типа там еще ты можешь отказаться и сам предложить и выбрать так а когда мы тогда будем доигрывать и когда мы будем закругляться давай мы там говорим когда будем закругляться через час видимо просто чтоб не началась война какая-нибудь мало ли и что начнется а так на всякий случай еще предупрежу а то у нас вчера с джоэлом было очень интересно когда мы загрузили сейф когда вернулись и он на голубом глазу там начал предлагать альянсы объясняет этим что он загрузил сейф посмотрел прогнал игру дальше и типа вот он решил что вот так будет проще то есть нельзя сейвы загружать для чужих людей смотреть что у них происходит но я до некоторого времени вообще не знал что такая функция есть но я полу даже автосейф не сохраняется или там надо заходить в сетевую игру и там грузить в сетевой я просто такой фигней никогда не занимаюсь это вот был человек один тисагар вот он любил это делать смысл через попадает я не знаю смысл в том что люди людям надо обязательно выиграть они не получают просто удовольствие от того что вот они соревнуются в чем-то именно надо обязательно побеждать они должны знать что там у других вот как-то менять свою стратегию вот это вот все пусть в дотку играют что пусть в дот уж нельзя загружать в дотишь нельзя загрузиться за соперника ты чего а я тебе за тех кто кинул что даже не глянул отлично так и живем до фига цифика буковик было написано то есть это внезапно почему-то города некоторые стали счастливее я не знаю почему пересчитывается счастливее мы чтобы поменялись . . . даже несколько городов простые перестали у меня вот подалепо просто все города красные плохо в этом плане она не жирной становится да нет просто вот сейчас построим центр развлечения нормально там правда еще не открыл зоопарки по моему а может открыл я не смотрел но по времени к пусть и атома франции еще смысле я в эпоху атома вышел а это компьютер это верхняя ветка вот я steam power электричество компьютеры пуша там шпион шпионом техе можно воровать как ты как-то использовать в этом плане можно ли он только озарение и в реке пушками не дает там шанс маленький может вот там какие-то из легкие миссии чтобы прокачать и потом ну да так и есть но я сейчас не буду это делать в том что вы опять будете кричать что там долго хожу не хочу вникать сейчас русские а ты поставил торговую конфедерацию себе плюс 1 культура науки от торговых чужие города нет ольга вошеленье американец ты нифига не кинул нет у меня до какого тебя предложения давай я тебе просто кинул вот у меня выбор а покинай комбайн arms пластик телекоммуникейшн с роботикс что ты хочешь роботикс наверно согласен никого у меня по-английски сказал мне воскресе роботикс это что роботостроение видимых даже не вижу такого это это где это может ракета нет но ракета строение от ни одно у египта 5 тысяч золота зачем знаю я тоже было пять с половиной тысяч золота я уже потратил роботикс вон сверху телек послей предпоследние перед будущими технологиями сверху а как-то в этом или она наперед дает просто не работают это интересно то есть тогда ты можешь даже знать какую теху стремится твой соперник это круто блин где у меня будут еще очень кстати круто вот болото убирать как бы те уже жирные города их сначала в начале в общем-то особо нет смысла снимать дальше собрал болот мне с 11 до 12 вырос город а если из могла играть с 11 до 15 до там дается как на стандартной скорости так тут же нету холм не есть холмы может вырубить лес рядом вырублю лес как раз у нас тут маяк строится так пошел под один ход строится и вот так построю мастерская уже дальше буду покупать видимо о могу еще построить какой-то индустриальная зона или театр индустриальную зону пожалуй плюс 2 но он тогда не на все будет действовать нет знаете что если здесь раз два три четыре пять шесть но на этих понятно раз два три четыре действует раз два три четыре пять шесть но на этого не будет только надо вот тут построить так что дальше полет если садить специалистов скорость появления великих людей увеличивается похоже что нет забрали того классного джин лишь проекты под него делом то ты забрал лишь купил за деньги нет ты сможешь посмотреть а инженера до египет так какого космическую гонку да да место намного большая да там все 750 молотков это кстати четверть только от гонки пока начинаешь гонку там все прилетают к тебе и убивают тебя и все это такой расстроенный ходишь я взял только что инженера прикольно 4 3 дает счастье а к твоему жидкоу кстати говоришь и религии победил тут он уже египет все все переформатировал все свои города обратно чай русский тоже тут не не тут не вариант религии победить вообще никак то есть ну вот просто я решил победить религии пошел вот так вот было как в тот раз и остался у меня араб ну реально он просто начинает убивать моих апостолов и все ну да у него несчастье зато он в игре остается и победишь а я никак не могу защитить апостолов не но мне кажется есть вариант например идти с юнитами объявлять войну воевать и обращать его города если вот это единственный вариант по моему да за испанию это за испанию можно да вот испании там вполне возможно за конкистадора остальные мне кажется без вариантов там просто просто очень большой бонус плюс еще апостолы которые бафают просто вот идешь и все ломаешь через колено их и мне не отбивается круче чем казаки получаются ну или такие же как казаки поселит просто что это такое вот у меня украли теху исходение тошу да она вам являя войну вообще правда у меня радио тоже нет ну ладно это очень прикольно как это работает я не понимаю но они шукали не теху не теху украли а ускорение то есть чертежи какие-то вы знаешь у тебя там ученые которые думают над тем как открыть радио бак так не должно быть надо что нет а по-моему прикольно нет оно рандомно я тоже не выбираю что я краду честно говоря абсолютно рандомно выдается прошлый цивил с технологиями было как-то ну ладно там они всю крали тоже не очень классно но там они ворвали которые уже есть если нечего красть то нечего красть а тут ты украл технологию которые даже не раз нет не открыто но я не украл тех ранее ты можешь понять а у тебя ускорение уже есть на радио да да я не знаю нет она логично можете у нас все и все из-за всего тут как раз правильнее сделали что типа ты не тихий крадешь а именно ускорение же все равно до их открывать это правильно я просто думал у него вообще ничего нету а у него есть оказывается ускорение на радио тогда все логично тогда нет вопроса шедеврами ясненько я всю игру играл с двумя необработанными лексами только сейчас то заметил это египет инквизиторами все вычистил прикольно там у русского есть нескончаемый запас добровольцев он может апостолов слать вниз и забирать варварские войска но что у вас есть места где еще варвары нас тут внизу огромная ледяная пустыня вот там варвары спамят так что с городами тут можно и подрасти так в руане тоже можно подрасти здесь не надо все теперь джидо очень счастливый город кстати давайте-ка я в нанти куплю арену еще зоопарк нет оставлю тут на мастерские наверное джигант перестань отжирать науку пожалуйста я не успеваю вообще третий месяц первый потехом на египет я на втором американец на третьем то что у него больше всех науки еще ничего не значит я вот сколько игр играл потом мы заканчиваем смотришь и там ну графики примерно все все равно ровно идут понимаешь ну ладно ну вот смотри у последнего русского 37 технологию первого 44 7 технологий разница это ну вообще ни о чем нет 7 технологий там много есть очень много мне кажется тут в одной эпохе 10 технологий всего по моим эпоху атома 7 7 8 новое время 7 технологий то есть он на эпоху отстал уже нет он просто открывал внизу технологии которые были но он находится вообще промышленная точно даже в новое время чем чет архангельск как был 9 так до сих пор 9 есть и так и не поставил русский вот город можно еще один город сбилить было подкилик на орех никто от тебя не обидел вот ракутовая армия от чем дает плюс один ко всем уровень следующий дает неплохо и там археологом ходить по чужой территории подговоров как же убьют он начинает ходить просто понимаешь так и он еще один отлично никак это не выключить дебильство караван ну не получает же тут сильно много да египтянин много не получает валетто войну карфагену наверно все таки кто-то решил забрать карфаген или че русский мешал а он понял что он не может его удержать забирает так понимаю все правильно понимаешь еще один может город поставить выше архангельска подкилик там клетки классно смотри плюс плюс еда бонусная еда это уже третий радиус мой я дальше не буду дальше трогать лёша не против пожалуйста где поставить на реку возле красителей там где килиманджар да пусть ставит мне пофигу да все равно уже войны не будет будем сидеть до ядерных бомб и потом будет нас фалат ну конечно можно на самолетах повоевать не надо почему бо например вот я в нанте строю аэропорт а кораблями холмс и джеду захватываю да это будет обидно а если один то только в городе своим лагерем строится насколько я понимаю механику американец справа от парижа убери пожалуйста с театральной площади клуба на но ниже бана театральной площади стоит цитра и площадь такая розовенькая там 50 это спасибо ну решаешь меня 5 караванчиков да все правильно он делает это 5 караванов карфаген отправлен там 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 и промка а почему бы и нет почему я как бы смотрю у меня что же можно караваны отправлять в карфаген но мне что-то там ничего такого офигенного не предлагали чтобы это караваны по салону нет аж и конус афаген один караван от военной штуки футы я все время забываю я же им не пользуюсь самым конкурсом в том что они будут ходить до конца но они потом отходят и будут мертвым крузом висеть они не умрут но пока они будут мне кажется они следующим ходом уже у тебя будет висеть нет по золоте я понимаю он не уменьшается шкарава стулья 4 13 да провоевать что что 14 там следят за тобой а туризм да сейчас я вас в туризмом того лугу это было невозможно никто бы не следила так бывало на ну при мне человек побеждал культуры туризмом но это произошло после того как он всех забросал ядерными ракетами просто вот все в ядерных ракетах были вот и города стали счастлива ему удалось просто и доволен то есть ты говоришь лишь 2 люкса отдают 8 счастья одинаковых на каждой короне на 8 жителей на 8 городов работают но да 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 то я думал что-то 4 все и до свидания нет от оди одна копия ресурса роскоши работает на четыре города две копии на 83 копии на 12 и т.д. и т.п. спасибо то есть тогда надо следить на что ты меняешься и знать сколько у тебя чего да блин это еще больше тут с этими районами пока разберешься вот эти что моды выпустили там полная строка всех твоих ресурсов надо будет поставить но уже не сегодня я уже жду не дождусь к мы пойдем отдыхать повоевать не получилось слиться вот испанец четко поступил повоевал пошел но правильно он же не просил мира он сказал до последнего ты мир сразу не получилось забрать мир вообще не по-пацански как-то дать мне почему нормально не сына я просто чего возмущаться что испанец ушел надо было тоже так же поступать и все гулял да нет я наоборот восхищаюсь говорю он правильно сделал шоу же свободе там игра для тех арфаген построил военку кстати вот военный лагерь мне сейчас дает три культуры и три производства без всяких бонус просто отлично другой район может больше дать но на гостях сделала что кто едет воевать не оставали особо плюс одну счастье и плюс 2 дома для этого демократе ну да не пропущу я знаю культур просто я построил эти монументы все и с коров конечно если можем теперь тоже мин демократию демократии еще не скоро новый курс конечно у меня встанет в копеечку я вы не буду ставить может мне это открыть туризму привлекать еще на арте чертень не вижу где там на караваны был класс а ты не туда вышел я понял о классно молодец я хотел получить они это зеленая колбочка все я понял к союзному городу это не к моему это к моему союзнику или как как-то понять вот этот вот штуку ваши торговые пути к союзному городу дают две пищи два производства обоим городам ну союзник это и ну с кем ты в союзе альянс у кого с кем у тебя да ни у кого ну значит ничто тебе не поможет я сейчас поставлю и посмотрю смирись ради этой штуки сюда и шел апгрейд дешевле надо воспользоваться хотя путь юнит раз у меня уже деньги есть так плюс сто процентов я поставил новый курс сейчас посмотрим 4 золота от каждого торгового пути может лучше сто процентов от вот этих коммерческих штук давайте-ка глянем плюс 165 с половиной до да больше дает дает больше сейчас буду апаться что у нас тут с силой 1400 1300 1100 1460 мусе я по войне не заморачиваюсь так так и а а а Блин, там варвары коняшку мучают мою. Лазеры. Отлично. Ну, неплохой торговец. Чего его никто не взял? Американец. Можешь обратно становиться на театр, только уйди с торговой площади. Чуть-чуть тут надо. Да. Я вообще, честно говоря, не знаю, что ты вот тут стоишь. А он подсвечивает. Охраняет тебя, Леша. Ну, да, я понимаю. На всякий случай. Так, арбалеты я пока апгрейдить не могу, а кроме арбалетов кто-нибудь есть у меня? Да блин. Торговец, торговец, торговец. Шпион, шпион, адмирал. Скаут. О, что это у меня там? Скаут бесхозный, кстати. Скаут, мушкетер, два наездника и... Ну, норм. Так, значит, три в Джакарту и Махеджи Даро продолжим. Ну, тут хана моему конику. Интересно идет, американец, город за Сеулом. Так, отдельно, типа, а что там прикольного в нем? Там лексов, видишь, шпион. А, серебра это? Чисто, там 272, шелка и табак. Чисто, не вот этого и поставил. Так, там мусорный. Вкусо, нет, там одна еда. Почему мусорный? Любой город сейчас хороший. Почему вы обижаете города? Так, наш из-за него недовольство было. Нет, из-за него. Он до трех ничего не требует. То есть на три он только... На трех жителях он только забирает одну, на пяти две штуки. Причем, скорее всего, они у тебя уже двойные. Я не понимаю, почему ты его взываешь. Давайте еще несколько ходов на сейф. Ну что, будет у меня или нет? Ну, правда, еще два хода. У меня все города довольны. Как у тебя могут быть недовольны вообще города? У меня, мы поменялись с тобой. И с того времени у меня просто все шикарно. Вот. А до этого всего никто не хочет со мной меняться. У моих союзников одинаковые люксы у всех. Ну, смысла нет меняться со мной. Шпион. Сейчас он забрал инженерно и торговцы, которому тоже дали часть. Здесь. Я хотел торговца на караван забрать. Даже проект дел. Примышленные зоны дают плюс 10 туризма. Вот имба. Где это? Все, уже я забрал. В смысле забрал? Забрал, только что за веру забрал. А, это великий торговец. Великий торговец. Да. Жалко. Плохой ты человек. Да. Но я тебе не мог позволить подобное. С твоим-то туризмом еще захватишь. 200 науки за каждую клетку с тропическим лесом. Ну, это радиус какой? Это это Египет заберет. Одна клетка. Одна клетка. Ну, становишься, чтобы вокруг тебя был тропический лес. Я понял, понял. 1200 минут. Так как тут чувак ша с горами, да? Он сейчас к тебе зайдет, на тебя никто не знает. Южник. Да. А, в армии, в корпус я знаю где, а в армии какую теху надо открыть, чтобы объединять. Может не стоит. Ужас. Тут вырубка, сбор еды, это просто я в шоке. Так это уже понерфили. А раньше вообще был, наверное, пиздец. Не ругайся. Я просто вот, зачем мне вот это вот фирмы настраивать, если я могу оставить одно болотце, прийти и до 15 вырастить город. За один клик. Тем более, если взять еще вот эту тетку на тростнике. Пантеон на тростнике. Где поймы и эти дают плюс один. И болото. А, мобилизация. А, мобилизация. А, это на карте. Слушайте, линза туризма это показывает сколько туристов приезжает посмотреть вот конкретно на эту фирменю. Что показывает? Не слышно. Линза туризма. Да, я понял. Потом пропал. А не сколько туризма тебе добавляется? А так? Вот у меня, например, Стоунхендж. Ну, или давайте не слушать вот такое. Вот Чеченица, например, да. У меня сюда два туриста приезжает на него посмотреть, но само чудо генерирует 24 туризма. Вот. А у тебя Франция, у нас, наверное, по 12 или как? А в театральную площадь вообще только один человек приехал посмотреть на все мои там археологические изыски. Обидно. Так старался для них, а они. У меня есть воин, собранный в отряд. Мощь 30. Эх, убили все-таки. Мне кажется, надо по-другому сделать. Надо, чтобы раньше можно было отряда собирать. Мне тоже, кстати, это кажется. Потому что там нельзя отбиваться. Так бы можно было на воинах отбиваться от чего-нибудь этакого. Ну, то есть разделить. Там внизу коляски. Обычно люди идут в них, а сверху, вот как это теха, которая плюс 100 дает. Вот в ней можно было добавить в двоечку собираться. Военная традиция. Вот сюда двоечка, потом там, где есть троечка, и следующая четверочка. Да и все. Мне кажется, так и сделают потом. Американец. Ты своим дуболомом одну клетку не дошел до руинки. Ты забыл про него? Нет, он меня спасет. Чтоб мне не остались. У тебя тут не открыта одна, видимо, была клеточка, и там как раз руинка. Можем. Давайте последний ход уже. Я не знаю, когда я смогу доигрывать, ребята. Я думал, мы вначале договаривались до конца. Но я самому сказал, что я уйду во сколько-то. Ну, мы так, по-моему, неплохо отыграли. Он сразу сказал в час, да. А что значит, вообще не знаешь, когда сможешь это? То есть ты на неделю, на две недели в отпуск уезжаешь? У меня сейчас слышно было? Да. Но конкретное время вечером. Вечером буду загруживаться. А когда-то сможешь? А давайте днем сыграем. Почему вечером обязательно? Мы же сегодня днем играли. Ну, завтра днем я не смогу. Послезавтра, в среду днем. Нет, днем сейчас уже никак не получится, но я только вечером могу. Ну, прикалывайтесь. Ну, хорошо, Арчи, когда ты вечером сможешь. Ну, я завтра буду все точно знать. Ну, отлично, отпишешься в событии. Я создам события на доигровку. Чтоб все следили за ним. Кстати, новый курс тема вообще супер. Я не ощутил по золоту вообще ничего. Никаких потерь. У меня даже больше золота стало. Стало 406. Было 200, стало 400. Может он плюс дает? Что за новый курс? Минус 8 золота в каждом городе, плюс 4 и плюс 2 счастья и населения. Демократия. Я его поставил, я вообще не ощутил, что я его поставил. И у меня стало золото в два раза больше. У меня расходы 143 от городов и 49 от юнитов. Мне кажется, все-таки там плюс. Потому что очень странно. Нет, там наоборот расход убирается. То есть расходы в этом городе уменьшаются на минус 8 золота. А я думал не 8. Так я думал я 8 золота плачу. Нет, нет, у тебя расход убирает. Так это вообще имба тогда. Я думаю, ну ладно, 8 золота платить. И я получаю какие-то плюшки, а так здесь просто плюшки. Но ты уже есть еще ходишь в 8 золота в это время, пока ты говоришь, да? Естественно. Плюшки также пощадки. ... ... мне вообще надо скорее культуру для надо культуру для вначале следующего туристы растут и растут пусть растут что жалко ну а количество необходимых туристов тоже растет вообще-то туристы это очень тяжело победить на самом деле потому что до много городов меня он вообще никогда мне кажется не знаю мне вот жалко что опять же нету никакой вот градации вот ну хорошо растет у меня туризм вот в пятое не хотя бы там сделали через сколько-то патчей что когда там уровень туризма какой-то определенная еще какие-то бонусы все-таки получать типа торговые пути дают там какую-то науку при захвате города он там быстрее в себя приходит по такого здесь вот опять вот просто повышается туризм и все на этом чего я не знал в прошлый раз продолжаем а я спросил вы мне сказали причем неправильно я потом почитал нас и все заработала о чем спрашивал но когда мод ставили спросил куда ставит да там кидай куда даже куда этот я залез на сайт там написано что карту надо в одно место а мод на начатом фрукте мод в другое место кидать я мы только фрукте мод ставили я не за это не зима не мне до претензия мы штуку с родим столько с фрукте модом играем они нас города не просто пытались создать и там проблемы были бы но из-за того что просто в документах установлены бился как бы игра их видит но лагает из-за этого так мы я уже не конт я уже не помню чтобы делать мы чё вроде все родили за ну да так что мы в дамаске не учила повысим лишь ты забыл поставить активацию контролом смысле контру меня на альтик активацию ну вот ты слух говоришь у тебя ли аль запал ли мы тебя все слышим я видимо я видимо крутил карту и при этом но у меня карт ну карта что же альт а понятно и что ты собрался в дамаске делать захватывать буду его с моря высажусь я знаю где дамаск блин париже париже еще могу не космопорт строить еще один район могу построить давайте аэродром блин надо вырубать будет что-то а у всех сейчас так то что типа завершили ход нет нет так а если тут купить браут каст сентя какие у меня есть великие люди только адмирал пока да а кстати надо шапать еще не открыл пушки следующим ходом открою буду апать так караваны все бегают шпионы еще одного сейчас построим тут пригороды заканчиваются строить кстати столице по моему пригород пока не нужен здесь эрмитаж еще достроиться ну отличненько пока а все неплохо тут что зоопарк строится вот только зоопарк начнет на все города действовать счастье давать что в тулузе наверное тоже в тулузе уже построена поэтому она действует эти плюс один ожидание игрока арчи номер написано что египет и америка не походили не просто у меня таймер уже кончился наверно в разное время загрузили да да тут зависит от того как загрузились да давай чудо а а пересядем в другой город чтобы не поймали пересядем пересядем ну карабу почему нет в джеду этом этот прокаченный шпион он быстро будет пересаживаться так в руане чудо построили значит могу еще энкампмент коммерческий район театральный но если я собираюсь воевать то так тут соседский район построен кстати я вот решил что мне лучше не демократия а коммунизм вообще-то потому что коммунизм дает производство так что мы строим в ларошеле тут все районы построены так что по великим людям ученый космической гонки торговца я взял инженер тоже космическая гонка так не хочу я тогда никакие проекты давайте медика построим у меня алюминия нету для самолетов а вот алюминия так у меня не обработан алюминий просто так первых давайте апнем армия так еще где то есть торговец мушкетмен хорсман там бегать так все тут все построили давайте в руане купим рабочего так продолжим тут строить ангар какое то предложение от египта он хочет за уголь 300 тысяча тысячу я за уголь но видимо хочет апнуть флот что уголь для флота в основном требуется так в руане не хватает счастья и домов тут еще нужно пригород построить о 6 пригород ну кстати да тут рядом с чудом давайте наверное пригород построим сначала а потом застроим а так шинка типа армии теперь 544 1700 блин что то я я вообще не строю армию я чисто только апнул ее только апнул ее я не думаю что это могло сильно увеличить мою мощь так тулуза тут не акведук не пригород не нужен поэтому будем строить 70-60 что лучше давайте эти пушки наверно вот еще холм не обработаны у меня так тут чисто производство тут кстати можно и вырасти здесь здесь тоже можно вырасти но тут собственно и растет здесь только производство париже можно вырасти выступающего отходу у тебя стопку от раза больше чем у всех не знаю плюс 160 но меня жду домик дает 10 процентов культуры науки и веры если вы не знаете это в 12 городах эти домики это все понятно нет он на город дает он не складывается то есть на город просто всего плюс 10 у меня ну и в каждом городе и плюс районы за районы там один культуры за район вот считает раз городов по три района сколько это будет так сколько стоит купить power plant она надо построить в общем блин давайте-ка тут тоже купим рабочего вообще нифига не обработано в этом городе так а в париже надо подумать что вырубить чтобы аэропорт построить лёш чё ты рыбу не схавал возле нанта там рыба есть ты мог бы выплыть и забрать и ну собрать урожай может крабы я крабы вроде в третьем радиусе там на север есть просто рыба она на четвертом радиусе да блин все еще впереди окей ты ждешь подходящий момент я понимаешь тут чтобы хавать должно быть хоть куда то чтобы рост был потому что просто хавать чтобы получить минус по счастью который тебе дает минус пять процентов ко всему в городе несмотря сколько это пять процентов если ты там поставишь на шахту этого жителя плюс пять пять процентов это сотня производства должно быть слушай ну это ко всему пять процентов вообще ко всему и к культуре и к науке и к производству и к вере ты только на производство смотришь да естественно ясно ой блин слушайте оказывается можно двух шпионов в одно место посадить а у них типа уровень будет увеличиваться не знаю я случайно жмакнул думал блин я хотел в другое место посадить и все в новый орлеан да и все в новый орлеан помнишь у меня успехи постоянно что у меня что у меня и когда что не нафига мне вообще не вот так так париж тут нужен рабочий чтобы аэродром построить так я вот здесь я ничего не пропустил по телефону разговаривал корни империаль кого вроде и куплю рабочего так здесь мы обработали такой бесполезный тут обрабатывается но вот обрабатывается например тут я могу три фермы сделать наверно катей надо сделать это все жилье дает так что у нас нант обрабатывает производство вот надо лес это обработать и холмы начнем с холмов пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь будет завтра спасибо что засорили до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр